Детектив Бритни Ну и пекло. Да и все неразное. Сперва прожуй, а потом говори. По-моему, я от этой же рыб перегрелся. Ну началось. Теперь весь обратный путь Майки будет ощупывать себе голову. Как бы солнечного ударчика не случилось. Одна болтает свои идиотские шуточки, а другая смеется. Да ладно, я обижаюсь. Мы же шутя. Ешь скорее мороженое. Смотри, у тебя уже капает. Ой, точно. Ничего себе не бывает. А кто, по-твоему, нас так пуганул? До сих пор, как вспомню, так вздрогну. Мы там, значит, шли, а он это раз и разварился прямо у скалы. Врешь ты, все. Не бывает такого. Еще как бывает. Если мне не веришь, у Криса спроси. Он подтвердит. Да вам, наверное, просто в темноте померещилось. Померещилось? Вот тебя бы самого туда. Я бы посмотрел. Зачем? И вообще? Может быть, это был совсем не призрак? Кто же тогда? Ну, просто какой-нибудь человек. Человек? Просто какой-нибудь человек. Походил такой возле горы, а после ушел в стену и исчез. В стену? Ну. А ты человек-человек. А почему нет? Может, в этой стене какая-нибудь дыра есть или проход? А вы с Крисом в темноте и не заметили. Ребята, извините, пожалуйста. Мы тут случайно услышали ваш разговор. О чем это вы там рассказывали? Что это за призрак такой? Ну, короче. Были мы в прошлые выходные с моим другом Крисом на рыбалке с ночевкой. Недалеко от туманных гор. Наловили кучу рыбы. И уже шли домой через лес. Ну, и решили передохнуть. Усеяли все дерево и отдыхаем. А тут, значит, идет какой-то человек. Скорее даже не человек, а призрак. Весь черный, как уголь. Только глаза огнем горят. Идет так тихо. Как будто ноги земли не касаются. Мы с Крисом притихли и смотрим на него из-за кустов. Он подходит к скале. И бах! И растворился. Мы вышли, объеделись. А его нет. Все, облазили. Нет ни прохода, ничего. Куда он мог подеваться? Если это не призрак, который может проходить сквозь стены. Ладно, некогда нам тут с вами болтать. Мне домой надо. Да еще и брата с садика забирать. Ха-ха. Ребята, да посильнее мы его на солнце перегрелись. Такой бред несли. Я еле удержался от смеха. А я не думаю, что это бред. Тут явно что-то нечистое. Я с тобой согласна. Мы уже съездим на рыбалку. Что скажешь, Майк? Вы что, серьезно, что ли? А почему нет? Можно и на природу съездить, и раскрыть это дело. Все идеи неприятное с полезным. Тем более, что у нас каникулы, а летом жару лучше всего на природе. Я бы еще позагорала немного. Майк, да соглашайся. Давай с нами. Возьмем палатки, удочки, порыбачим. Ты же любишь рыбалку? Да, люблю. Но не по-настоящему. А на компе, сидя в уютном кресле у монитора. Да тут то же самое, только на природе. Ага, с комарами да мухами. Обожаю, когда пьют мою кровь и жужжат под ухом всю ночь. Майк, ты же любишь проходить игры на сложном уровне? Вот представь, что это самый повышенный уровень сложности. Ладно, уговорили. Ладно, уговорили. Да, согласен. Денек сегодня просто шикарный. Девчонки, ставьте скорее сковородку на огонь. Сейчас будем рыбу жарить. Здорово, что мы выбрали сегодня на природу. Тут так тихо и так... А почему тут так тихо? Ни пение птиц, ни ружжение пчел. Ведь наши кузнечики замолчали. Да, очень странно. Обычно к вечеру просыпаются мотыльки, а тут кроме шелеста листьев просто тишина. Я думаю, самое время разделиться и пойти в лес париночки. Без фонариков, к туманным горам. Очень смешно, Майк. Ну а чё? В каждом голливудском фильме так делают. Бритни, а когда те мальчики увидели призрака? Ааа, они шли вечером через лес. И значит, как сейчас, был уже вечер. Тогда чего мы тут сидим? Пошли к горе. Справимся в кустах и будем ждать. Вдруг нам тоже повезет. И мы увидим этого призрака. Хотя я в призраков не верю. Это все бабушкины сказки. Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, вы это видели? Субтитры создавал DimaTorzok